Народный депутат Украины, герой Украины. Остапчук Виктор Николаевич и видеоканал «Первая столица» представляют проект «Гордость первой столицы». 27 декабря 2004 года. Украинские граждане еще не опомнились от вчерашнего переголосования второго тура президентских выборов. А в Бортничах под Киевом на своей даче обнаружен мертвым министр транспорта и связи Украины Георгий Кирпа. По факту смерти Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 120 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». Смерть Георгия Кирпы вызвала огромный резонанс в прессе и стала очередным поводом посудачить на скамейке под подъездом и в кулуарах высоких кабинетов. Информационная трескотня настолько облепила имя Георгия Николаевича Кирпы даже после его смерти, что на последний план ушло главное в его жизни. Но допустить, чтобы память о Георгии Кирпе была омрачена ложью, мы не можем. Ведь с каждым годом все больнее оглядываться назад и понимать, что главным в этой личности было совсем другое. Честно говоря, чем больше критикуют и чем больше неперезумений, тем больше азартов. Без этого не было бы интересно. Тем больше боротьбов. Для страны смерть Кирпы – это, в общем-то, национальная трагедия, я так понимаю. Что этот человек мог для страны, для простого человека принести столько, что мы бы об этом никогда бы не пожалели. А главное – это то, что всю свою жизнь, все силы Георгий Николаевич посвятил работе. Его кредо – добро людям, работу государству, слово и дело едины – были не пустыми словами. И вот почему. Наверняка каждый железнодорожник со стажем помнит конец 90-х, когда зарплату не платили по три месяца, а если платили, то сахаром и щебнем. Работая с большими нагрузками на опасных для жизни участках, люди не могли прокормить себя и семью. И с каждым днем все труднее становилось собирать детей в школу, лечить родителей, ходить за покупками в магазин. Только избранным было известно, что прибыль Укрзалезницы не приносила отрасли пользы. Ведь заработанные тяжким трудом деньги перекачивались в посреднические коммерческие структуры. Бартер превратился в настоящую патологию для транспортного организма. Все изменило письмо Кирпы президенту Кучме, в котором тогдашний начальник Львовской железной дороги описывал реальную ситуацию на Укрзалезнице и предложил провести реформу отрасли. И сделал это не за счет подорожания проезда, взвалить новые затраты на плечи рядовых пассажиров Кирпа не мог, а за счет ликвидации посредников и бартера. Результаты не заставили себя ждать. Спустя месяц после прихода Георгия Николаевича на должность генерального директора Укрзалезницы долги по зарплате уменьшились в три раза. Практически на треть железнодорожники погасили свои долги перед бюджетом. Начала расти средняя зарплата в отрасли. Когда он пришел, представьте, у нас зарплата в течение месяца сразу же, то есть в течение трех месяцев ему удалось сразу выплатить заработную плату. Мы же тогда просто, понимаете, этот бартер, когда вот покойный Василий Андреевич Несвит иногда, значит, звонит мне с командировки из Киева, говорит, сколько у нас денег на счету? Говорит, Василий Андреевич, 250 тысяч. Он говорит, отделите их сами. Понимаете, а сегодня там дорога зарабатывает 20-25 миллионов. Она уже и тогда зарабатывала. Пошли живые деньги. Вскоре по инициативе Кирпы детям до 16 лет разрешили бесплатно ездить на железнодорожном транспорте. Казалось бы, это совсем немного. Насколько счастливых и своевременных встреч смогли состояться благодаря бесплатному проезду? Насколько чаще внуки стали ездить к бабушкам и дедушкам? Насколько легче ученикам техникумов стало возвращаться домой к родителям? А как преобразились вокзалы? Наверняка у уважаемого телезрителя свежи в памяти воспоминания о состоянии далеких от областных центров и столицы железнодорожных станций. Полуразрушенные перроны, загаженные здания вокзалов и павильонов полустанков. Георгий Кирпа не мог спокойно на это смотреть и с присущей ему хозяйственной хваткой взялся за реконструкцию вокзалов. За короткий срок более 500 вокзалов по всей Украине обрели новое современное лицо. Отдельного разговора заслуживает обновление подвижного состава. Всего за несколько лет за счет резкого увеличения объемов ремонта подвижного состава мы получили комфортабельные электрички, дизель поезда и пассажирские вагоны и ездить железной дорогой теперь можно было без риска для здоровья. Но самое главное, благодаря Кирпе в Украине родилась новая отрасль – пассажирского вагоностроения. Уже этого достаточно для того, чтобы считать свою миссию на земле выполненной. Но Георгий Николаевич не собирался останавливаться на достигнутом. Он мечтал внедрить в Украине европейские скорости и комфорт. И первой ласточкой стали скоростные направления от центра Украины до городов областного значения. Летом 2002 года первый столичный экспресс, состоящий из пассажирских вагонов отечественного производства, соединил Харьков и Киев. На карте Украины мало мест, где бы Георгий Николаевич Кирпа не оставил свой след. Одним из самых амбициозных проектов было строительство автобана «Киев-Одесса». Сделана дорога в кратчайшие сроки, причем и железные дороги, мы там тоже очень активно работали, участвовали. За мной был определенный участок дороги, я там и жил, наши люди там работали. Я считаю, что Георгий Николаевич и в автомобильные дороги, и в железные дороги, в авиацию, в море, а строительство канала Черное море Дунай, понимаете, это же прорыв был. У Румынии шесть выходов до Черного моря, а у нас, значит, через Дунай ни одного не было. Еще одним облегчением для автомобилистов стал Дарницкий автомобильно-железнодорожный мостовой переход через Днепр в Киеве, известный как мост Кирпы. Напомним, что строительство моста началось благодаря Георгию Николаевичу в 2004 году, а полный запуск объекта состоялся 23 августа 2011 года. Но среди тех, кто перерезал красную ленту, Кирпы уже не было. Георгию Николаевичу удалось возродить все виды транспорта, начиная от железнодорожного и заканчивая авиаперевозками внутри страны. Мощный импульс развития получила отрасль тяжелого машиностроения, где на заказах железнодорожников объемы производства возросли в разы. Кирпа неутомимо обустраивал Украину. И в то, что очень скоро для страны наступят лучшие времена, поверили не только железнодорожники, но и миллионы граждан. Харьков особенно благодарен Георгию Кирпе, ведь его любовь к первой столице воплотилась в жизненно важные для горожан проекты. Он никогда не забывал свою альмаматор – Харьковскую железнодорожную академию, помогал развитию вуза и мечтал, чтобы академия стала одним из самых современных учебных заведений Украины. Его заслугой является и третья очередь строительства метро на Алексеевку. Через Южную железную дорогу выделялись деньги на строительство станции Алексеевская и на покупку новых составов. И нет сомнений, если бы он был жив, следующая станция тоже была бы построена. Сооружение одного из самых мощных спорткомплексов в Украине – «Локомотива» – тоже не обошлось без поддержки министра. Он любил Харьков, и город отвечал ему взаимностью. За свои заслуги перед первой столицей он удостоен звания «Почетный гражданин города Харькова». Он сделал столько, что другим людям хватило бы, ну, короче, хватило бы на 20 жизней. И человек, он был, в общем-то, и как человек просто, знаете, замечательный. Он настолько, столько социальных проектов, вы поинтересуетесь. Ты просто на этого не говорил. Сколько построенных храмов, детских домов, спортивных сооружений, школ. И хватало, когда он спрашивал, когда у него журналисты спрашивали, Юрий Николаевич, а на какие вы деньги строите? Он говорил, наворованные. Ну, у тех сразу такие глаза, как наворованные. Он говорит, а те, которые до меня воровали, а теперь они все идут на дело. Что случается, для дальших сил, как раз вот такие справы только добавляют силы, для того, чтобы работать еще больше. Трудно себе представить, что за этим далеко не полным списком добрых дел стоит обыкновенный человек, выросший в далеком украинском селе, воспитанный без отца, матерью-инвалидом и слепой теткой, и поэтому сполна познавший трудности жизни еще в детстве. Обыкновенный человек, понимающий свою ответственность за близких, любящий настоящую музыку и умеющий прекрасно играть на нескольких инструментах. Обыкновенный романтик, который часами дежурил под заветными воротами, а ночью обрывал клумбы, чтобы тайно забраться в окно и засыпать любимую цветами. Настоящий отец, искренне любящий детей, которого домашние ревновали к работе. В те недолгие счастливые минуты, проведенные семьей, он умел приготовить вкуснейшее блюдо, позабавить детей, отвезти душу на рыбалке и охоте. Обыкновенный человек, прошедший все ступеньки карьерной лестницы, от дежурного по станции до министра. Этого человека можно тоже было поучиться во всем, понимаете, отношения. Ну, Юрий Николаевич еще и делал это все очень красиво, и он, как бы, знаете, он настоящий украинец. Поразительная способность нашего общества – знать во всех подробностях жизнь принца Уэльского, но абсолютно не знать о том, кто жил рядом и как много он сделал для нашей повседневной жизни. Но когда информационная пыль уляжется, останутся памятники и улицы, музеи, дороги, мосты, станции и дворцы спорта, стипендии и фонды имени Кирпы. Останется то, что действительно стоит помнить – история мудрее человека.